В 1988 году в Нидерландах был организован четырехкруговой матч-турнир, в котором принимали участие Каспаров, Карпов, Тимман и Вандервиль. И классную партию 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова из этого соревнования я предлагаю сейчас разобрать. Гарри Кимович играл в этом поединке белыми и пошел пешкой от ферзя. Его соперник Джон Вандервиль отвечает развитием коня, белый захватывает центр, на доске разыгрывается ново-индийская защита. Каспаров применяет вариант Петросяна для того, чтобы коня поставить на лучшую стоянку для таких позиций поля c3, но при этом воспрепятствовать поползновениям чернопольного слона в духе защиты Немцовича. Нидерландский гроссмейстер нападает на пешку, Каспаров защищается ферзем и, видимо, полагая, что королева на поле c2 расположена хуже, чем на d1, слон с довольным видом возвращается в зону фенкетта. Каспаров завершает развитие кавалерии, Вандервиль подрывает пешку d4, Гарри захватывает центр. Черный меняется на поле d4 и с темпом нападает на коня. Защищется слоном нехорошо из-за наскока конь g4, поэтому конь уходит на поле b3. Таким образом, черные воспользовались отсутствием ферзя на линии d и отыгрывают потраченные темпы на блуждание своего слона. Тем временем, не опасаясь потери хаботастого друга, Вандервиль завершает развитие, опережая в этом компоненте своего противника. Каспаров вбрасывает слона в зону связывая коня, черный защищается от наскока конь b5, белый делает рокировку в длинную сторону. После хода ферз с системой профилактического король b1 лучше всего было все-таки отойти слоном на поле e7 и сделать рокировку в короткую сторону с обоюдоострой игрой. Но очевидно, побаиваясь Каспарова в этом жанре шахматного творчества, Вандервиль уводит короля в 3-0, наивно полагая, что матовая атака ему в этом случае не грозит. Каспаров начинает прощупывать слабые черные поля, Вандервиль играет d6, Гарри укрепляет центр. Нидерландский гроссмейстер оттеснеет слона, переграживает ему дорогу кониной, Каспаров препятствует продвижению g5, король уходит на b8. Белый увеличивает территориальные завоевания, Вандервиль планирует сдвоиться либо по линии c, либо по линии d. Ладья становится в засаду и после хода ладья c8 Каспаров завершает развитие. По итогам дебюта у белых пространственный перевес, в то время как королевская резиденция черного короля слегка разуплотненная, что говорит о явном преимуществе белых. Король с явными признаками паранойи продолжает поиски укромного местечка, Гарри завершает централизацию, Вандервиль начинает топтаться на месте, не понимая, что ему дальше делать. Белый зажимает противника в стальные тиски, после хода конь g8 освобождает дорогу пехотинцу. И пошла плотва! Нидерландский гроссмейстер возможно думал, что он так будет еще ходов 30 елозить фигурами по последним трем вертикалям, а потом рассказывать внукам, что продержался с Каспаровым целых 60 ходов. Но его мечтам в этот вечер не суждено было сбыться, ибо во двор прилетает ядреная колесница. Приходится коня забирать, правда теперь возникает вопрос, куда девать своего. В случае отступления на поле d8, белый пробивает на поле c5. При взятии пешкой по линии b, белый забирает коньком, и брать ферзем нельзя из-за шага с поля a5, и черному королю мотец. Ежели черный забирает не ферзем, а пешкой на поле c5, то белый съедает ладью. После размена сильнейших фигур приходится отдавать одного из коней. Ну, например, на конь c6, белый забирает на c6, дальше нападает на пешку c5, на пешку f7, и позиция черных рассыпается. Таким образом, мы выяснили, что уходить конем на поле d8 не стоит. Железный друг рекомендует продвижение f6, отдавая назад фигуру. После хода конь d4 у белых безусловно серьезный перевес, но партия продолжается. В нашем же поединке Джон Вандервиль отступает конем на поле a5, на заслуженный отдых отправляется кобыла, и к черным прилетает бычья сила. Разумеется, ферзем брать нельзя из-за взятия на поле a5 с уже знакомым для нас матом. Ну, а на продолжение в партии, а именно удар пешкой на поле c5, Каспарав съедает ладью, Вандервиль забирает на поле f4, но после ответного ладья d6 на 31 ходу признает свое поражение. Дело в том, что угрожает мат в один ход, используя горизонтальную связку. Если король уходит на поле a8, то белый возобновляет угрозу мата, на ответный ладья c8 выписывает шаг королю и выигрывает сильнейшую фигуру противника. Вот так вот, друзья, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров наказал своего противника за трусливую игру. И в завершение разбора я хочу выразить благодарность за оформление спонсорской подписки Алексею Суховецкому. Поддержите живые видео лайками, репостом, потому что шахматы это круто. Продолжение следует...